Казахстан 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 Поэтому все эти дела, всю эту прелесть селекционеры, которые занимались этим еще в 18 веке и продолжают совершенствовать, до сих пор эту породу вывели в Англию и с тех пор она имеет свое распространение, является мировой. В данном случае у нас это племзавод Калининская агрофирма Челябинской области показывает быка по кличке Вожак. Вожак ему 4,5 года и вес 1215 килограмм. Тонна 215. Он не просто так вот ходит, там спит и так далее. Он отличный бык производитель и у него хорошее потомство себе подобных. Посмотрите на него, какое могучее и красивое животное. Спасибо, потихоньку двигайтесь на выход. Я хочу сказать, что это чем характерны мясные породы, особенно вот такие классические, это легкими отелами, потому что телята имеют небольшой вес, 18-20, там до 30 килограммов. Характерный грифор с белой спиной, полосой, белоголовый, глубокая грудь, широкая, прямоугольная форма. Значит, факт, я повторяю, 5 лет, 1150 килограммов. Столокопонское, Столопольский край. 900 гектаров пастбищ всего. А хозяйство имеет около тысячи голов. Спасибо. Давайте поприветствовать такого красавца. Бочкообразное такое было. Общество с ограниченной ответственностью, Аксенсис, Кижегородской области, показывает нам ГТА по кличке Андрей. Андрюша, вот вышел Андрюша. Которому два с половиной года. И он весит 950 килограмм. Я думаю, он седьмого ноября уже будет иметь тонну веса. Вперед, Андрей, давай. О, ну, видите, как реагирует. Молодец. Он в два раза моложе предшественников, а уступает им, ну, буквально там, 200 килограммов по весу. Он еще растет. Но уже используется и в воспроизводстве. Вот так, очень хорошо показано. Видите, какая ровная спина. Какая у него, какие у него на сне формы. Какая грудь. И самая типичная мазь, красной гологоловой. Вот Геррифорды этих всех трех животных, которые мы показали, действительно было бы показаться на любой международной выставке этого скота, этой породы. Спасибо большое. Спасибо. Абонир, давай. Абонир, давай.